В школе номер 3 состоялся круглый стол, посвященный развитию юно-армейского движения в Лобне. В нем приняли участие глава города, председатель совета депутатов, начальник управления образования, представители СМИ, руководители и непосредственные участники молодежного патриотического движения юно-армия. Подробности у Никиты Панина. Главные участники круглого стола – это дети и подростки, представители каждого юно-армейского отряда школы, а также кадеты, тоже входящие в состав организации. Вопросы, которые они задавали гостям, всецело были посвящены юно-армии, однако даже при этом оказались весьма разнообразными. Дети, они сегодня будут, ну, своеобразным, наверное, рупором всех юно-армейцев, всего города. Почему? Потому что, ну, наверное, вот сегодня только мы имеем такую возможность встретиться с главой города и задать ему вопросы. Главу города юно-армейцы спрашивали о проведении экскурсии, о выдаче формы участникам организации, о развитии волонтерского движения и помощи ветеранам. Недавно 20 московских вузов сообщили, что будут предоставлять дополнительные баллы юно-армейцам при поступлении. Школьники попросили город обеспечить их всеми необходимыми документами для получения такого приятного бонуса. Интересовались ребята и возможностью публиковать материалы о проведенных ими акциях в городской газете. Глава города вопрос переадресовал директору Лобнинского информагентства Евгений Шворок, которая, в свою очередь, пригласила всех желающих присоединиться к молодежному медиа-центру, работающему на базе агентства. Целый ряд вопросов касался соревнований, в которых Лобнинская юно-армия участвует регулярно и весьма успешно. В частности, это соревнования по лазер-тагу, для качественной подготовки к которым в Лобнин на данный момент нет современной и удобной площадки. Кадеты юно-армейцы, они у нас в том числе принимают участие в соревнованиях, и для того, чтобы проводить тренировочный процесс наиболее подготовлено и эффективно, высказано было предложение о лазерном тире, которое поможет ребятам готовиться. Плюс его в том, что его можно расположить достаточно в компактном ограниченном помещении, что позволит всем тренироваться в нем. Просчитаем стоимость, я думаю, что мы в ближайшее время выделим средства и приобретем его. Подобная просьба прозвучала и в отношении полосы препятствий. К ее установке требования уже серьезнее, поэтому вопрос потребует более детальной проработки. Однако со временем такой объект в Лобнин должен появиться. Также юно-армейцы предложили провести игру «Зорница» между всеми лобнинскими школами. Эту инициативу глава города поддержал. За отзывчивость и внимательность к своим просьбам представители юно-армейских отрядов выразили гостям благодарность. Я выражаю благодарность. Я хочу сказать Евгению Викторовичу огромное спасибо за то, что и город, и совет депутатов дает нам деньги на поездки. Еще в рамках круглого стола прошел показ видеообращения лобнинских кадетов, находящихся сейчас на всероссийском слете кадетов в Севастополе. Ребята поприветствовали гостей и продемонстрировали фрагмент своего выступления. Их поездка в Севастополь тоже была оплачена из средств городского бюджета. Завершилась встреча вручением почетных грамот юно-армейским отрядам за их активную патриотическую работу и помощь ветеранам. В преддверии Дня Победы участники организации навестили множество пожилых людей, помогая им решать повседневные задачи, вроде похода в магазин. В финале мероприятия юно-армейцы приняли главу города в свои ряды, вручив Евгению Смышляеву соответствующий значок. Приятная встреча. Обсудили ряд вопросов, мы проанализировали ряд управленческих решений, мы приняли в плане движения вперед, улучшения материально-технической базы. Я уверен, что мы будем двигаться вперед и вместе с такими активными инициативными ребятами, которые у нас составляют юно-армейское движение города Лобня, сможем идти вперед и добиваться новых целей, результатов. О спортивных результатах школьников гости после окончания встречи узнали подробнее, побывав на стадионе учебного заведения. Здесь в этот день проходил третий завершающий этап спартакиады до призывной молодежи. Евгений Смышляев пообщался с ребятами, сдающими бег на дистанцию в 100 метров и метание гранаты. А председатель Совета депутатов Николай Гречишников даже сделал несколько бросков, показав молодым людям неплохой пример. Для проведения круглого стола третья школа была выбрана не случайно. Из 600 юно-армейцев, состоящих в Лобнинской организации, здесь обучаются примерно 60. В учебном заведении много лет развивается кадетское движение, школа ведет постоянную работу с ветеранами и участниками боевых действий. Никита Панин, Алексей Орлов, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.